Всех приветствую. Вы знаете, вот книга Библии, Священное Писание, с самого начала говорит о сотворении Вселенной. И вот этот вот процесс сотворения состоял из нескольких этапов. Вот для наших рассуждений я напомню о том, что каждый из этих этапов сотворения Вселенной, он завершается вот таким вот провозглашением Бога. И увидел Бог, что это хорошо. Но, однако, сегодня, вот, к примеру, в наше время, если мы с вами посмотрим на окружающий нас с вами мир, мы не можем сказать, что все хорошо. Почему? Потому что мир существует в другом состоянии. Да и сам человек, он уже соприкасается с этим миром в другом состоянии. И вот в нашем мире действительно есть очень много того, что не просто нехорошо, а что ужасно нехорошо и ужасно неправильно. И вот эти вот многие проблемы, с которыми сталкивался и сталкивается человек, они являются прямым результатом грехопадения человечества. Именно так Священное Писание прослеживает историю человека на земле. А Писание показывает человека в состоянии греха или в состоянии противления Богу. А вот искупительный план Бога направлен на возвращение человека к Творцу. Ну вот сегодня, рассуждая о человеке, мы с вами попытаемся рассмотреть тему о грехе. Тему рассмотреть природу греха, отделяющего человека от Бога. И вот наши рассуждения мы с вами построим как ответы на несколько вопросов. И, конечно, с самого начала позвольте предложить определение греха. Итак, первый вопрос и ответ на этот вопрос – что такое грех? В послании к римлянам апостол Павел написал вот такие вот слова. Это 3 глава, 23 стих. Я думаю, слова, которые знакомы для многих-многих из нас. Их очень часто повторяют. Вот апостол Павел пишет о нас с вами, о людях, о всех, что все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили и лишены славы Божьей. Ну вот это понятие грех, согрешить, встречается в этом стихе. Вы знаете, вот этимологически, на языке оригинала, слово грех, оно происходит из лексикона, которым пользовались, когда, к примеру, стреляли из лука. Вот когда вот говорили грех, а грех говорили тогда, когда лучник не попадал в самый центр своей цели. Ну, сегодня в русском языке мы пользуемся вот таким вот словом, словом погрешность, тоже корень этого слова грех или промаха, непопадания. Однако, вы знаете, вот библейское значение слова грех имеет более глубокий смысл, чем, ну, неточность или промах. А знаете, вот истина в том, что стандартом или образцом праведности, мишенью, а целью является закон Бога. И вот мы с вами, как люди, даже не приблизились к этому закону. То есть мишень, цель для человека – это закон Бога. А вот мы с вами, как люди, даже не приблизились вот к этому закону. Конечно, очень трудно, нелегко дать, ну, такое какое-то короткое определение о том, что такое грех. Но вот если узить до невозможности, то можно сказать одним предложением следующее. Что такое грех? Грех – это неспособность, наша с вами неспособность соответствовать Божьим стандартам праведности. Неспособность человека соответствовать Божьим стандартам праведности. А вообще, вы знаете, вот для того, чтобы понять, что такое грех или что такое зло, немножко нужно рассуждать. Я вот предложу вот эти вот рассуждения, которые, я думаю, помогут нам с вами ну, как-то немножко по-другому увидеть, что такое грех. Вообще, для определения природы греха или, к этому же примеру, природы зла, можно использовать два понятия, два слова. Первое – это отсутствие и отрицание. То есть как можно ответить на вопрос, что такое грех? Как можно ответить на вопрос, что такое зло? Ответить можно использовать для вот этих вот понятий. с одной стороны – отсутствие, с другой стороны – отрицание. Что имею в виду? В нашем настоящем состоянии, я говорю о природе человека, нас с вами, мы лишены или в нас отсутствует святость и праведность. А в нашем с вами настоящем состоянии мы лишены или в нас отсутствует святость и праведность. Ну, к примеру, Адам и Ева изначально обладали святостью и праведностью, сегодня у нас это отсутствует. А с другой стороны, вот иногда как можно ответить на вопрос, что такое зло? Зло это отрицание добра. Зло это отрицание добра. Вот я думаю, вы заметите, что Библия говорит, к примеру, о зле и о грехе, используя такие понятия, как нечестие и неправедность. То есть получается, что грех, он всегда определяется в сравнении. Грех всегда определяется в сравнении или грех всегда определяется, измеряется положительной нормой или каким-то положительным стандартом. Мы не сможем понять, что такое нечестие, пока не поймем благочестие. Мы не сможем понять неправедность, пока не получим ясное понимание праведности. Вы знаете, мы никогда не должны думать с вами о том, что грех – это иллюзия, грех реален. Ну, конечно, он таинственен, но вот это вот зло, в котором мы с вами участвуем, оно действительно существует. И грех не просто вторгается в нас извне, это то, что глубоко и очень лично вовлечено в наши сердца и в наши души. Я думаю, вы замечаете даже из этих, может быть, коротких рассуждений о грехе несколько минут, что все-таки вот определение греха, само определение греха, оно уже говорит о том, что, ну, грех включает в себя не только отдельные действия, такие как воровство, обман или убийство, но и состояние человека считается грехом. Но и состояние человека считается грехом. Поэтому слова, мысли и даже желания человека уже могут быть греховными. А вы знаете, вот уже в десяти заповедях встречается запрет не только греховных действий, но запрет греховных желаний. Не так ли? Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего. А вот в Нагорной проповеди осуждается уже гнев, осуждается похоть. Здесь апостол Павел к этому списку добавляет зависть и ненависть. Ну, следовательно, вот жизнь, угодная Богу, она отображает нравственную чистоту не только в поступках, но и в намерениях сердца человека. Жизнь, угодная Богу, отображает нравственную чистоту не только в поступках, но и в намерениях сердца человека. Ну, я думаю, вы вспомните величайшую из всех заповедей, которые требуют от человека, чтобы сердце было наполнено любовью к Богу. Человек не только совершает греховные поступки или имеет греховные желания, но и является грешником по природе. Ну, позвольте предложить такую вот, может быть, детскую иллюстрацию, может быть, спросить даже детей, как вы думаете, когда человек спит, грешит ли он? Ну, я не имею в виду, когда вам снятся плохие сны, а вообще, вы просто спите. Являетесь ли вы грешниками? Ну, вот или сейчас мы с вами на богослужении, если в данный момент мы с вами не крадем и не обманываем, считаемся ли мы грешниками? Ну, вот Священное Писание говорит «да». Священное Писание говорит «да», человек считается грешниками. Знаете, почему? Вот это очень интересное выражение по природе. Мы по природе грешники, то есть в человеке всегда присутствует жажда. Человек всегда ощущает жажду грешить. Вот этот библейский текст, это послание к Ефесиам, 2 глава, 3 стих. Павел говорит о людях, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И вот это выражение «и были по природе». Священное Писание говорит «человек по природе грешник». Ну, конечно, в большинстве это относится к неверующим людям, людям, которые еще не пережили искупление в Иисусе Христе, прощение грехов. И вот это новое положение перед Богом. Вот такой человек даже во сне, он не совершает греховных поступков. Если он активно не имеет греховных взглядов, все-таки в глазах Бога этот человек остается грешником. Почему? Потому что грешная природа человека не соответствует нравственному закону Бога. Итак, что такое грех? Грех – это несоответствие божественным стандартам праведности. А знаете, что теперь получается? А теперь получается, что основанием для определения греха является только закон Бога. Основанием для определения греха является только закон Бога. То есть без Божьего закона невозможно знать, что такое грех. А поэтому апостол Иоанн, когда пишет о грехе, он называет его беззаконие. Всякий грех есть беззаконие. Вот в послании к Кримленам, в начале этого послания есть такой пространный отрывок, где апостол Павел пытается продемонстрировать общую греховность человечества. Он берет, к примеру, евреев и язычников. И вы знаете, вот чтобы показать, что все люди грешны, апостол Павел обращается к закону Бога. Почему евреи грешны? Павел говорит, потому что у них есть записанный закон Бога, против которого человек грешит, которому человек не соответствует. А почему язычники грешные? Павел говорит, у них есть не написанный закон, закон, который находится в сердце человека. И человек тоже поступает против этого закона. То есть греховность человека определяется несоответствием нравственному закону Бога. А вы знаете, это подчеркивает серьезность греха. Ну, с одной стороны, на нашем с вами личном опыте мы, я думаю, все очень хорошо понимаем, что грех вреден для нашей жизни. Мы не просто понимаем, мы это знаем. Мы очень хорошо знаем, что грех вреден для нашей жизни. Мы знаем, что грех приносит боль. Мы с вами знаем, что грех приносит самые разрушительные последствия для нас и для других людей. Однако говорить о грехе этого недостаточно. То есть это не все, что грех делает. Грех не просто разрушителен или болезнен, но в более глубоком смысле грех сам по себе, он неверен. Почему? Потому что во Вселенной, созданной Богом, не должно быть греха. Во Вселенной, созданной Богом, не должно быть греха. Грех прямо противоположен всему доброму в качествах Бога. И поэтому Бог обязательно и неотвратимо ненавидит всякий грех. Ну, по сути, грех – это противоположность превосходных качеств Бога. И грех противоречит святости Бога. Это небольшое определение того, что такое грех. Ну, не определение, а даже некоторые мысли о том, что можно считать грехом. А следующий ответ на вопрос о происхождении греха. Вот откуда взялся грех или почему грех существует? Опять очень сложно-сложно ответить, но вот некоторые мысли. Буквально некоторые мысли по этому вопросу о происхождении греха. Необходимо ясно понимать, что вот сам Бог, Он не грешил, и Он не грешит. То есть Его нельзя обвинять в грехе. Мы знаем из Писания, что согрешил человек и согрешили ангелы. И в обоих случаях, в случае человека и в случае ангелов, это было сделано сознательно и добровольно. То есть согрешил человек сознательно и согрешил человек добровольно. Обвинять Бога в грехе было бы богохульством против Его сущности. Есть очень интересные слова Моисея в песне, которую вот он воспевает в книге Второзакония, 32 глава, 4 стих, 3 и 4 стихи. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему, Он твердыня». И вот описание Его качества, Его характера. «Совершенны дела Его, все пути Его праведны. Бог верен, нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». То есть фактически для Бога невозможно совершить зло. Поэтому апостол Яков напоминает нам с вами, в искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Очень трудно дать ответ на вопрос о происхождении греха, но вот некоторые детали этого вопроса Священное Писание нам открывает. Итак, рассуждая о происхождении греха, неправильно говорить. Неправильно говорить, что во Вселенной как будто бы существует злая сила. Злая сила, подобная или равная Богу по могуществу. Вот эта вот точка зрения называется абсолютный дуализм во Вселенной. Это существование двух равных высших сил – добро и зло. То есть Библия об этом не говорит. А кроме того, мы не должны думать, что грех удивил Бога. Мы не должны думать, что грех бросил Ему вызов или как-то преодолел Его всемогущество, а как-то преодолел Его контроль над Вселенной. Итак, Бог не согрешил и не виновен в грехе. И вот для нас с вами остается, я думаю, очень интересный вывод. И для этого позвольте процитировать два библейских текста, которые помогут нам понять. А первое – это послание к Ефесинам, 1 глава, 11 стих. А посмотрите, что пишет апостол Павел. «А в нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей». Совершающий. Бог – это тот, кто совершает все по изволению воли своей. Очень решительное заявление апостола Павла о размере воли Бога и о размере власти Бога. То есть, Священное Писание говорит, что у Него есть планы и у Него есть цели. Библия говорит, что у Бога есть планы, у Бога есть цели, которые Он осуществляет в своей силе. Вот другие библейские тексты, вот я цитировал книгу «Второзаконие», которые говорят о том, что все дела Его истины и все пути Его праведны. То есть, все происходящее совершается изволением воли Бога. И мы с вами делаем следующий вывод. Бог знал, что грех придет в мир. Бог знал, что грех придет в мир. Нет, Бог не находит удовольствия в грехе, но вот изволение Его воли подразумевало приход греха через добровольный выбор ангелов и людей. Я думаю, дальше Священное Писание не позволяет нам идти. Ну, не скажу, что это самый правильный вывод, но этот вывод, который очень близко к тому, что говорит Священное Писание. То есть, Бог знал, что грех придет в мир. Бог не находит удовольствия в грехе, но вот изволение Его воли, оно подразумевало приход греха через добровольный выбор ангелов и людей. Но еще до падения Адама и Евы грех присутствовал в мире ангелов. А в отношении человеческого рода самым первым был грех Адама и Евы. Вы знаете, вот что интересно, вот то, что происходило в Эдемском саду, запретный плод дерева, познание добра и зла во многих отношениях определяет смысл всех последующих грехов человека. То есть, мы можем это сравнить с тем, что было тогда в саду и с тем, что есть сейчас, и мы с вами найдем сходства. Я попробую перечислить эти сходства. Первое, что произошло в Эдемском саду? Грех Адама и Евы поразил или разрушил основу познания человека, как это произошло. Грех дал другой ответ на вопрос, что истина. То есть, грех дал человеку другой ответ на вопрос, что истина. Ну, если Бог сказал, в день, в который ты вкусишь от Него, от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. На это сатана возражает. Нет, не умрешь. То есть, получается, что грех Адама и Евы поразил основу познания человека. Почему? Потому что они получили еще один ответ на вопрос, что истина. Истина ли то, что говорит Бог? Или истина то, что говорит сатана? То есть, человек послушался сатаны. Следующее. Грех Адама и Евы поразил основу нравственных стандартов для человека. Почему? Потому что грех дает еще один ответ на вопрос, что правильно. Другой ответ на вопрос, что правильно. Но опять в Эдемском саду Бог сказал, что для Адама и Евы неправильно есть от плодов дерево познания добра и зла. Приходит сатана, который внушает и говорит, что есть плоды правильно. То есть, другой ответ на вопрос, что правильно. Ну, Ева доверилась вот этой вот новой оценке. Оценке того, что правильно и неправильно. Доверилась вместо того, чтобы позволять только Богу определять, что правильно и хорошо для человека. Следующее. Грех дает человеку другой ответ на вопрос, кто я. Правильный ответ заключается в том, что Адам и Ева только творение Бога, которое зависит от Бога и подчиняется Богу, как своему Создателю. Ну, вот опять Ева, а потом Адам, они подались искушению уподобиться Богу. Таким образом, человек поставил себя на место Бога. И следующее, я думаю, вот брат Ион, он как-то подготовил и говорил об этом. Вообще, нужно отметить, что всякий грех в конечном итоге является безрассудством. всякий грех, который мы с вами делаем, противоречит здравому смыслу. В каком смысле? Ну, вот сатане действительно не имело никакого смысла восставать против Бога. Сатане не имело никакого смысла восставать, но в какой-то надежде возвыситься над Богом, потому что это невозможно. Точно так Адаму и Еве не имело смысла думать, что в неповиновении Создателю будет какая-то выгода. То есть получается, любой грех или каждый грех это неразумный выбор человека. Упорство сатаны или неповедление Богу это неразумный выбор человека. Ну, вот, брат Иоан говорил об этом. Вспомните многие библейские тексты, в которых встречается слово безумец. Вспомните многие библейские тексты, которые говорят о глупости. Книга Псалмов. Кто сказал, что нет Бога? Мудрец? Нет, глупец сказал, что нет Бога. Ну, вот, Иоанн цитировал книгу «Притч». Сколько раз в этой книге, цитировал Соломона, сколько раз в книге «Притч» глупцом называют человека, который предается всем видам греха. То есть, Священное Писание говорит о том, что грех противоречит здравому смыслу. Но вот сколько мы с вами себя не убеждали в том, что для моего греха или для кого-то греха есть какие-то веские причины, в конечном итоге всегда будет явно, что грех не имеет смысла. еще один вопрос, на который мы попытаемся ответить. А как грех Адама влияет на нас с вами? Ну, вот, иногда мы слышим вот такое вот выражение «первородный грех». Это понятие, которое говорит не только о первом грехе, который совершили Адам и Ева, а скорее, наверное, в большей степени понятие «первородный грех» относится к последствиям первого греха. Не к самому греху, а к последствиям первого греха Адама и Евы. Ну, то есть, это ответ на вопрос, а что же происходит сегодня с нами? Откуда берутся в нас все наши настоящие грехи? Мы грешники не потому, что грешим, а скорее, мы грешим, потому что мы с вами грешники. То есть, мы с вами обладаем испорченной природой. И вот, Священное Писание учит, что мы наследуем грех Адама двумя способами. Мы с вами наследуем грех Адама двумя способами. Ну, первое, назову это юридическая вина. В каком смысле, я думаю, вы поймете. То есть, мы считаемся виновными перед Богом. Мы с вами считаемся виновными перед Богом. Апостол Павел объясняет это в послании к римлянам, вот 5 глава, 12 стих, говорит, что в Адаме все согрешили. В Адаме все согрешили. Ну, это глава на очень особенно, это целый, опять, обширный абзац, который посвящен сравнению Адама и Христа. И вот, когда Павел говорит, что в нем все согрешили, скорее всего, речь идет не о грехах, которые мы с вами совершаем каждый день, а вот именно, что в нем все согрешили, или вот что Бог думает о нас с вами. Когда Бог смотрит на человечество, что он думает о человечестве. И здесь же Павел использует эту иллюстрацию, вы знаете, вот как пример того, что все-таки каждый человек наследует вину Адама. Он приводит в пример эпоху, целую эпоху поколения людей, которые жили от Адама до Моисея. Он называет эту эпоху без закона. То есть, это действительно было время, когда у человека не было записанного Божьего закона. Ну и получается, что грехи человека не засчитывались. То есть, нет закона, грехи человека не засчитываются. Что же происходит, апостол Павел говорит, он говорит, посмотрите, в эту эпоху люди все равно умирали. Люди все равно умирали. То есть, он подчеркивает и говорит, что в человечестве лежит вот эта вот печать вины за грехи Адама. Действительность того, что люди умирали, является доказательством того, что Бог считает человека виновным. Почему виновным? Виновным на основании греха Адама. То есть, после греха Адама всех его потомков Бог считает виновными. То есть, мы точно так виноваты перед Богом, как когда-то был наш отец Адам. Еще один очень интересный библейский текст. Послание к Кримлянам, 5 глава, 8 стих. Посмотрите, вот насколько глубокие рассуждения апостола. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Хорошо? Ну, это писал Павел. Он пишет в настоящем времени. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Хорошо? Давайте вот мы сегодня прочитаем этот стих в наше время. Когда Христос умер, существовали ли мы с вами? Нет. А библейский текст очень ясно говорит, что Бог уже тогда считал нас грешниками. Понимаете? То есть, мы с вами не существовали, когда Христос умер. Однако, Бог смотрел на нас с вами и говорил на нас, что мы грешники, которые нуждаются в спасении. Вот что Бог думает о человечестве. Ну, на первый взгляд, вот такое вот представление Писания кажется очень несправедливым, не так ли? И я думаю, когда люди читают Библию, когда люди слышат христианские рассуждения, они об этом, на это обращают внимание. Ну, что же это за справедливость? Почему? Разве это я принимал решение согрешить? Или как возможно признать меня в этом виновным? Вот в ответ на это можно сказать следующее. Хорошо, действительно, давайте вот возьмем как за основание, вот и будем утверждать, что Бог несправедлив. А вот с другой стороны, вот даже не брать во внимание то, что в нас есть вина Адама. Скажите ли, пожалуйста, кроме вины Адама, есть ли у вас такие грехи, за которые вас Бог может осудить? Это полно, не так ли? То есть за основание это не можно брать. Вы знаете, почему? Почему? Потому что даже в день суда перед Богом основу суда будут составлять именно грехи, которые мы совершили. Пусть даже мы с вами будем не утверждать несправедливость Бога, но все-таки, когда человек придет перед Богом на суд, основу для Божьего суда будут составлять грехи, которые мы совершили. Бог воздаст каждому, как воздаст, по делам его. Вот так говорит Священное Писание. Далее, если считать несправедливым нашу вину за грех Адама, если несправедливо быть представленным Адамом, вы знаете, значит, несправедливо быть представленными и Христом. Дело в том, что когда сегодня человек обращается к Богу, вот точно так, как когда-то ему вменялась в грех вина Адама, вот точно так нам вменяется праведность Господа Иисуса Христа нашего Спасителя. То есть тот же самый принцип использует Бог, когда смотрит на человека. Благодаря праведности Христа Бог считает нас праведными. Благодаря греху Адама Бог считает нас грешниками. Благодаря праведности Христа Бог считает нас с вами праведностями. То есть Бог рассматривает человеческий род как органическое целое единство, которое представляет Адам и Иисус Христос. Помимо юридической вины, которую Бог вменяет нам из-за греха Адама, вот мы с вами также наследуем греховную природу. Можно вспомнить слова Давида из очень известного 50-го Псалма, очень интересные слова. Вообще можно подумать, как человек мог дойти до такого, как нужно было посмотреть на свою жизнь. Это 7-й стих, 50-й Псалом, «Я в беззаконии зачат, и во грехе меня родила мать моя». То есть, это как можно было посмотреть на свою жизнь. Я не думаю, что он обвиняет свою мать. Я не думаю, что Давид говорит о грехах своей матери. Он просто говорит, вот насколько возможно посмотреть мою жизнь с самого начала. Он говорит, грех всегда присутствовал во мне. То есть, это тоже последствия первородного греха. Мы с вами наследуем вот эту вот греховную природу и постоянно находимся в жажде, в жажде делать зло, в жажде делать грехов. Я думаю, любой, ну, любой, кто когда-то воспитывал детей, подтвердит это. Почему? Потому что наших с вами детей не нужно учить, как поступать неправильно. Они открывают это сами. Наоборот, нам с вами детей нужно учить, как поступать правильно. Не так ли? То есть, это подчеркивает то, что природа человека, она испорчена с самого рождения. Еще один вопрос, мы уже с вами подходим к концу. Еще два вопроса осталось. Вопрос о том, существует ли степень греха? Существует ли степень греха? Может ли один грех быть хуже другого? На вот этот вопрос можно ответить да и можно ответить нет? Но все зависит от того, в каком смысле мы с вами спрашиваем. С точки зрения нашего положения перед Богом, любой грех, даже самый незначительный, делает нас виновными перед Богом. То есть, любой грех делает человека виноватым перед Богом, следовательно, достойным наказания. Вот Адам и Ева, они очень хорошо об этом узнали в Эдемском саду, где Бог сказал, что один акт непослушания повлечет за собою наказание смертью. И вот этот вот единственный грех, только один грех сделал Адама и Еву грешниками перед Богом, которые больше не могли находиться в присутствии святого Бога. Эта истина, она остается актуальной на протяжении всей истории человечества. И поэтому Священное Писание говорит нам о том, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете цитируется этот стих, «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Или опять Яков напоминает, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, ты также преступник закона. Ну, следовательно, с точки зрения закона Бога все грехи одинаково плохи. Почему? Потому что они нас с вами делают виновными перед Богом и виновными делают нас с вами грешниками. вот, к примеру, опять может быть детский пример, если после богослужения вместе с кем-то из вас мы вот остановимся здесь на заправке, на углу и украдем одну пачку чипсов, а вы знаете, вот эта вот украденная пачка чипсов делает нас преступниками, не так ли? Подумаешь, пачка чипсов, ну, как бы то ни было, ты уже преступник, а ты уже вор. То есть, один маленький проступок делает человека виновным перед Богом, перед божественным законом. А с другой стороны, одни грехи действительно хуже других. Одни грехи действительно хуже других. Почему? Поскольку имеют более пагубные последствия для нашей жизни или для жизни других людей. Действительно, есть такие грехи, которые хуже, чем какие-то другие грехи. Почему? Потому что имеют более пагубные последствия для нашей с вами жизни или для жизни других людей. Есть грехи, которые вызывают большее недовольствие Бога. А есть грехи, которые более серьезно нарушают наше общение с Богом. Священное Писание говорит о степени серьезности греха. Вот приведу этот, может быть, один из самых ярких примеров. Это Христос перед Понтием Пилатом, Евангелие Иоанна, 19 глава, 11 стих. Вот что Христос отвечает Пилату. Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе». То есть, скорее всего, Иисус Христос говорит об Иуде. Иуда – предатель, который был близко знаком с Иисусом в течение трех лет и умышленно предал Иисуса Христа. То есть, скорее всего, Иисус говорит о Пилате, который предал его. Пилат в силу своего правительственного положения имел власть над Иисусом, но допустил, чтобы невиновный человек был приговорен к смерти. Господь говорит, что грех Иуды намного больше. Почему грех Иуды больше? Потому что у Иуды было больше знания. И у Иуды был очень и очень злой умысел. А в Нагорной проповеди Господь подразумевает, что есть меньшие и большие заповеди. Кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Или вы помните вот эти рассуждения опять Господа с фарисеями, который увидел, что они дают десятину самого маленького дохода. И знаете, он подчеркнул и сказал, что вы даете десятину смяты, аниса, тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. То есть, с точки зрения оценки важности, Священное Писание проводит различия между заповедями. Следовательно, то же самое можно сказать и о грехе. И в общем, мы можем утверждать, что некоторые грехи имеют более вредные последствия, чем какие-то другие грехи. Ну, какие-то грехи – это грехи, которые совершаются умышленно, неоднократно, сознательно, с твердым сердцем. Эти грехи неприятные Богу больше, чем те, которые совершаются по неведению и больше не повторяются. Вот еще напомню одну иллюстрацию. Это книга Левит. Я думаю, вы помните, вот эти вот опять, как разделяется еще на Писание, да, вот есть грехи, которые, вот как говорит книга Левит, сделаны по ошибке. Грех по ошибке. А другие грехи, вот в той же книге Левит, а простите, в книге Числи, они написаны, что это грех, который совершен дерзкой рукой. Священное Писание проводит различия между теми грехами, которые делает человек по ошибке, или когда человек делает дерзкой рукой. Ну, опять приведу пример. У нас на нашем парке Ладен, на нашей стоянке, очень много красивых машин. Если я пока вот шел на богослужение, я обратил внимание на какую-то красивую машину, и вот так в сердце пожелал машину моего ближнего. Вы знаете, это является грехом перед Богом. Но если вот человек, чью машину я пожелал, выйдет после богослужения, и на парке Ладен не будет ни его машины, не будет ни меня, это будет более тяжелым грехом. А потому что уже кто-то пострадал. А потому что человек понесет и моральный ущерб, да, то есть у него что-то украли, и человек понесет материальный ущерб. То есть, я думаю, вы понимаете, что все-таки грехи, они разделяются, как разделяются, не разделяются по тому, какой, ну, по степени вреда, который они приносят либо нам, либо ближнему нашему человеку. Вот это вот различие священного Писания в степени греха, ну, знаете, имеет очень-очень практическую ценность. Ну, во-первых, если мы с вами теперь понимаем, да, что вот есть разные грехи, и одни грехи хуже других, это помогает нам с вами знать, где прилагать больше усилий. А знаете, во-вторых, это очень-очень помогает нам решить, когда мы должны упустить из виду ошибку ближнего. То, что существует в степени греха, это помогает нам с вами принять решение, когда нам снизойти к человеку, когда нам упустить из виду незначительную ошибку брата или сестры. Вы знаете, вот гражданское право, оно устроено на похожем принципе. Вот в любой стране, наверное, мы, к примеру, возьмем нашу страну, существуют законы и наказания, которые запрещают, ну, убийство или воровство, но в то же время остаются без наказания вот такие пороки, как грех, ревность, жадность или эгоизм. То есть вот наше гражданское право, оно устроено похожим способом. Ну, конечно, как и вот в любом вопросе существуют крайности. Вот когда мы с вами думаем о степени греха, может быть, очень-очень такая вот странная ошибка. И как пример можно привести вот учение, католическое учение, традиционное католическое учение. Мне кажется, православное учение как-то ближе, все похоже. То есть учение, традиционное католическое учение различает грехи на грехи смертные и обыденные. Смертные грехи и обыденные, то есть есть тяжелые и повседневные грехи. Ну, смертный грех разрушает, по учению католической церкви, разрушает любовь в сердце человека и отвращает человека от Бога. А вот обыденный грех, он просто ослабляет любовь человека, но не разрывает союз с Богом. И вот в учении, в учению католиков, обыденный грех может быть прощен. Он прощается после наказания, которое принимает человек в этой жизни, либо после наказания, которое человек принимает в чистилище, а после смерти, но перед входом на небеса. То есть смертный грех, вот по учению католической церкви, это грех, который вызывает духовную смерть и не может быть прощен. Смертный грех, по учению католической церкви, это грех, который не может быть прочен. Однако, согласно Священному Писанию, мы опять ясно с вами понимаем и говорим, что все грехи смертны. Все грехи смертны. Вот в том смысле, что даже самый маленький грех делает нас юридически виновными перед Богом и достойными вечного наказания. Но опять мы с вами смотрим на Священное Писание и делаем еще один вывод, может, более близкий для нас. Тем не менее, даже самые серьезные грехи Библия говорит, прощаются. Священное Писание очень ясно утверждает, самые серьезные грехи человека прощаются, когда он приходит к Иисусу Христу. Очень интересный текст. Первое послание к Коринфам, 6 глава с 9 стиха. Давайте вместе прочитаем. Это вот то, что апостол Павел описал верующим из города Коринфы. Или не знаете, что неправедный Царство Божие не наследует. Не обманывайтесь, а давайте будем перечислять грехи человека. Блудники, идолослужители, прелюбодеи, малаки, мужеложники, воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые, хищники, Царство Божие не наследует. Все грехи смертны. Давайте прочитаем 11 стих. Такими были некоторые из вас, но омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Братья, сестры, любые грехи перед Богом прощаются, потому что у нас есть Спаситель, Господь Иисус Христос. Таким образом, вы знаете, вот в этом смысле, ну все грехи непростительны. И вот эта вот ошибка, ну в том, чтобы вот так вот разделять грехи человека на категории смертных и обыденных, она очень легко ведет к небрежности, с одной стороны, к небрежности по отношению каких-то грехов. То есть, если мы понимаем, что, ну, есть грехи, которые не смертны, то есть, я легкомысленно буду относиться к этим грехам, но с другой стороны, может быть, чрезмерный страх и даже отчаяние, когда человек понимает и думает, что он совершил грех, который Бог ему никогда не простит. То есть, Библия об этом не говорит. Гораздо лучше, ну, признать, что грехи действительно различаются по своим результатам и различаются по степени, в которой они нарушают наше отношение с ближним и с Богом. Но грехи, даже самые тяжелые, еще на Писании говорит, они прощаются. Ну и самое последнее, о чем мы с вами закончим, это наказание за грех. И вот вопрос очень интересный, мне кажется, очень важный. Почему же все-таки Бог наказывает грех? Почему Бог наказывает за грех? Божье наказание за грех, оно действительно сдерживает человека. Я думаю, все это можем подтвердить, то есть, любой человек, который испытывал наказание, он как-то удерживается дальнейшего греха, но даже люди, которые наблюдают, да, и понимают, что Бог наказывает за грех, да, в жизни другого человека это как предупреждение для других. Однако, это не основная причина, почему Бог наказывает за грех. Почему Бог наказывает за грех? Основная причина в том, что праведность Бога, она просто требует наказания за грех человека. Книга пророка Иеремии, 9 глава, 24 стих. Посмотрите, что Бог говорит о себе. «Хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». Что же за Богом мы знаем? Я, Господь, творящий милость, суд и правду, или провестите справедливость на земле. Я, Господь, творящий суд и правду на земле. То есть, почему Бог наказывает грех? Потому что Он праведный Бог, и Он не может не наказывать грех. А еще одно очень интересное рассуждение апостола Павла из послания к римлянам. Это будет в 3 глава, 25 стих. Посмотрите, что Павел говорит об Иисусе Христе. «Бог предложил Христа в жертву умилостивления, в крови Его через веру для показания праведности Его, правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». То есть, апостол Павел в пример берет верующих людей, которые жили во время Ветхого Завета. И он говорит, что это было время, когда грехи людей, они накапливались. Время долготерпения Бога. То есть, Бог терпел до того момента, пока не пришел Иисус Христос. И когда Христос умирал, все грехи людей, которые жили в Ветхом Завете, они легли на Его плечи. И в 25 стихе, в 26 стихе, апостол Павел подчеркивает, «Во время долготерпения Божья, к показаниям правды Его в настоящее время, доявится Бог праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Почему Бог наказывает грех? Бог наказывает грех, потому что Он должен наказать грех. Если бы Он не наказал грех, во Вселенной не было бы справедливости. Если Бог не наказывает за грех, праведливость во Вселенной не существует. Бог наказывает за грех. И вот в нашем с вами положении, братья и сестры, мы очень счастливые люди, потому что наказание за наш с вами грех, оно легло на нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. И я думаю, вы знаете, вот эта вот особая радость верующего человека осознавать и понимать, что мои грехи прощены, что наши с вами грехи покрыты. Это особая радость наша с вами. Вы знаете, всегда молиться Богу вот этой вот молитвой прости нам грехи наши, потому что мы знаем, что у нас есть заступник, у нас есть Спаситель, Господь наш, Иисус Христос. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Субтитры сделал DimaTorzok